Сегодня расскажу о книге Юрия Полякова «Козленок в молоке». Золотой минимум начинающего гения. Вестимо, обоюдно, ментально, амбивалентно. Скорее да, чем нет, скорее нет, чем да. Гений, валы. Не варите козленка в молоке матери его. В итоге на составление лексикона у меня ушло 20 минут. Причитав список выражений, я остался доволен. Если бы мне посчастливилось вступать в литературу, вооруженную этими фразами, моя судьба могла бы сложиться совсем по-другому. Впрочем, у меня еще все впереди. Что же объединяет эти странные слова и выражения? Этот волшебный набор должен превратить молодого чистильщика Витька в концептуального писателя в открытие современной литературы. Этот роман сортир на повседневный, на позднесоветский перестроечный литературный мир. А если брать атмосферу тех лет, то очень многое звучит современно. Под алкогольные напитки завязывается спор, в результате которого решено совершить маленькое чудо. Превратить малограмотного работягу в восходящую литературную звезду. А дальше начинается откровенный стек над тогда еще советской действительностью. Местами это смешно, местами грустно. Можно сказать, что это смех сквозь слезы. Экземпляр романа с многозначительным названием «В чашу» оказался у всех, кто его просит. У литераторов, у политиков. А вот как они его читают, это очень интересный момент. Поначалу шутливая выходка постепенно разрастается в масштабах и выходит на глобальный уровень. Несмотря на вполне серьезный замах, «Козленок в молоке» — это литература развлекательная. История наполнена юмором, показывает нравы советской перестроечной поры. А еще этот роман о том, что происходит с талантливыми людьми, оказывающимися близко к власти. Я желаю вам веселого чтения. Будьте здоровы!